Уважаемые коллеги, у меня еще более сложная задача говорить против золотого стандарта при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. Вы прекрасно знаете, что для каждого метода должны существовать строгие показания и противопоказания, которые определяются на основе доказательной медицины. Вот посмотрите, какие существуют методы лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Это органо-сохраняющие, тур, лазерная деструкция, трансвизикальная резекция, лучевая терапия, химиотерапия и органо-уносящие. Цистектомия и различные варианты цистектомии в комбинации с химиотерапией, с лучевой и с химиолучевой терапией и палеотивные методы. Как известно, не вызывает сомнения, что радикальная цистектомия – золотой стандарт при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. Вот я взял из одной монографии цитату. Резекция мочевого пузыря может быть выполнена у пациентов со следующими параметрами. Однофокусная опухоль, отсутствие карциномы ин-ситу, возможность отступить от опухоли по окружности не менее 2 см, опухоль, исходящая из дивертикула и обязательно отсутствие рецидива. Так вот, этим критериям, по данным клиник МИО и Кливленда, соответствует от 2,5 до 6% пациентов мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Цистектомия является технически сложным, многоэтапным, длительным, в среднем 5-6 часов и травматичным хирургическим вмешательством, которое требует многолетнего обучения хирурга и длительного послеоперационного выхаживания пациента. Основные критерии эффективности лечения в онкологии – это выживаемость, осложнение и качество жизни. Давайте посмотрим, какая же выживаемость больных после радикальной цистектомии и органосохраняющих операций. К сожалению, в мире отсутствуют многоцентровые рандомизированные исследования, по которым мы могли бы сравнить результаты радикальной цистектомии и органосохраняющих операций. В основном по органосохраняющим операциям существуют отдельные нерандомизированные исследования на небольшом материале. Этих работ много в нашей стране. В этом году была защищена кандидатская диссертация из Нижнего Новгорода по органосохраняющим операциям. В 2004 году была защищена диссертация Камоловым из онкоцентра. Так вот, посмотрите, если сравнить эти данные, при стадии Т2, в общем-то, выживаемость сопоставима. 63-75% пятилетняя выживаемость после радикальной цистектомии, 29-80% после резекции мочевого пузыря. При стадиях Т4 отмечается тенденция к улучшению пятилетней выживаемости у пациентов, которым выполнялась радикальная цистектомия. Осложнения после цистектомии встречаются в среднем от 10 до 70%. Наиболее часто это длительный порез кишечника от 6 до 70%, недостаточность уретро-резервуарного анастомоза 5-19%, недостаточность межкишечного анастомоза, воспалительные заболевания, чаще всего острый пиелонефрит, до 20%, метаболический ацидоз, камнеобразование в кишечном резервуаре от 3 до 12%, интероперационная летальность в последние годы достаточно низкая, смотрите, от 1,4% до 5%. В 30-е годы она была довольно высокой, в 50-е годы тоже оставалась высокой, 15%. Недостатком радикальной цистектомии является большая кровопотеря от 750 до более литра. Осложнение после резекции мочевого пузыря в среднем от 12 до 28%, наиболее часто это острый пиелонефрит, и послеоперационная летальность от 1 до 2,5%, и кровопотеря в среднем 150-200 мл. Рецидивирование рака мочевого пузыря в зависимости от метода хирургического лечения. Отдалённое метастазирование приблизительно одинаковое после радикальной цистектомии от 17 до 50%, при органосохраняющих от 6 до 50%. А вот локорегиональные чаще наблюдаются у больных, которым выполняется органосохраняющее оперативное вмешательство. Качество жизни. В большинстве исследований отмечен лучший уровень качества жизни пациентов после органосохраняющих операций по физическому состоянию, по функционированию желудочно-кишечного тракта и по уродинамическим показателям. Почти у 50 пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря в пожилом и старческом возрасте радикальная цистектомия не выполняется из-за тяжёлой сопутствующей патологии. Эффективность тримодальной терапии у пожилых пациентов сравнима с радикальной цистектомией. При этом снижается риск жизнеугрожающих осложнений, сохраняется функция органа и наблюдается более высокий уровень качества жизни. В опубликованной недавно работе в 2014 году пятилетняя выживаемость по результатам всех имеющихся ретроспективных и проспективных исследований при мышечно-инвазивном раке после тримодальной терапии онкоспецифическая выживаемость составляет от 50 до 82%, а общая от 36 до 74%. При этом последующая цистектомия у этих пациентов выполнялась у 25-30%. Таким образом, 70% больных сохранили свой мочевой пузырь. Критериями отбора для тримодальной терапии при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря, по мнению авторов МАК и Хунта, являются стадия Т2, возможность выполнения радикальной трансуратуральной резекции, отсутствия абструкции мочеточников, отсутствия рака ин-ситу и отсутствия многоочаговости поражения мочевого пузыря. Таким образом, дальнейшие исследования в проблеме лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря должны быть направлены на поиск надежных маркеров для отбора пациентов, которым можно будет выполнить органосохраняющее лечение. Спасибо.